Здравствуйте! Вас приветствует канал Шинный Эксперт, его постоянный ведущий Владимир Вавилов. Всем привет! И со мной в студии, как всегда, мой друг и коллега Андрей Назаров. Здравствуйте! Сегодняшний наш видеообзор будет посвящен самым популярным летним коммерческим шинам сезона 2024, которые устанавливаются на самые популярные категории автомобилей. Это коммерческие фургоны, микроавтобусы, маршрутки. Это те, кто перевозит грузы, людей и различные товары. Места в рейтинге мы распределим благодаря данным, которыми с нами любезно поделились дружественные нам продающие организации, такие как различные автопарки, шинные дилеры и дистрибьюторы. Ну и частные переводчики. Пятое место и открывает наш сегодняшний рейтинг шина Hankook Vantra STAS2. Симметричный рисунок протектора. Конечно же, водители коммерческого транспорта оценивают шины такой категории с возможностью эксплуатировать их круглый год. И Hankook в этом отношении предоставил рисунок протектора открытый полностью. То есть и каналы поперечные, и продольные имеют большое количество выемок. Вот эти блоки с различными выступами, большое количество ламелей. Это то, что даст этой шине как сцепляться на влажных покрытиях, так и на различных поверхностях. Ну, я имею в виду, конечно же, не агрессивных. Но если будет, что там снег с дождем или, возможно, например, какая-то песочная, песочный грунт. Тем не менее, эта шина предоставляет твердость 64 единицы. Глубина протектора здесь 10 миллиметров. И три продольных канала по 8 миллиметров. Также южнокорейский производитель отличается тем, что имеет один из самых выносливых каркасов. И эта особенность играет тоже важную роль, когда вы передвигаетесь по дорогам не самого высокого качества. Либо приходится часто в городских условиях преодолевать различные бордюры или препятствия. В этом плане Hankook один из лучших. Да, и чтобы бороться с этими бордюрами, на боковине вы увидите такой специальный пояс, сформированный из резинно-специального состава. Именно она защищает каркас от ударов и повреждений. На этом про Hankook мы заканчиваем и переходим к четвертому месту. Четвертое место в рейтинге самых популярных коммерческих летних шин занимает Nordman SC, который сейчас выпускается под брендом Icon Tires. Здесь, кстати, нехарактерный для шин коммерческих асимметричный рисунок протектора. То есть есть outside inside, два опорных ребра, три широких, даже четыре продольных канала, один узкий. Здесь 11, 8, потом идет 3 и опять 11. Твердость протектора здесь 68 единиц, глубина протектор 9,6. Ну, в принципе, эта шина способна и противостоять износу, и удалять большое количество воды из пятна контакта. А я еще добавлю про нехарактерность этой модели. Как правило, для коммерческих шин самыми главными факторами является долгая ходимость и способность нести высокую нагрузку. И зачастую производители пренебрегают характеристиками комфорта, низкой шумности и так далее. Потому что, ну, коммерческий транспорт это не самое главное. Так вот, модель Nordman SC, благодаря своему рисунку, своему составу резиновой смеси, не только обладает характерными для коммерческого транспорта шинными характеристиками, но и комфортно, практически как легковая. За это ее и ценят. И как в лучших традициях соревнований по какому-либо виду единоборств, у нас сразу два участника на третьем месте. Это Antares NT3000. И TrackMax Transporter RF09. Те данные, которые оказались в нашем распоряжении, не позволили нам выделить единоличного бронзового призера. Данные были невероятно близки, поэтому различия даже на погрешность не претендовали. Поэтому сразу две модели на третьей позиции. Antares это молодой китайский шинный бренд, который завоевывает популярность как в нашей стране, так и за рубежом. Имеет представительство уже более чем в 100 странах. Несмотря на скромный возраст, стоит отметить следующий. Главной, наверное, характеристикой, которая отразилась в тех высоких характеристиках, еще раз скажу, этой модели и бренда в целом, это участие компании Bridgestone в создании шинного бренда Antares. Эти две шины с симметричными рисунками протектора. И, как и сказал Андрей, они даже по техническим данным очень близки. Твердость протектора у каждой шины по 65 единиц. Глубина здесь по 9,7. И ширина вот этих трех каналов, она тоже здесь порядка 10 миллиметров. Боковина достаточно упругая с одной стороны, но в то же время с двухслойным каркасом, что позволяет шине и нести нагрузку, и защищать шину от ударов. Но и при этом упругость боковины позволяет поддерживать комфортность вождения. Ну и самое главное, объединяет обе эти шины, это отличное соотношение цены и качества тех характеристик, которыми обладает по той стоимости, которая является по карману абсолютно любому автолюбителю. Именно это и стало, так сказать, вот это сочетание решающим при выборе перевозчиками этих двух моделей. А мы идем дальше. Почетное второе место в рейтинге коммерческих летних шин у нас занимает Triangle Connex One TV701. Это неудивительно, Triangle уже давно популярен не только в России и за рубежом. Эта шина зарекомендовала себя своей способностью перевозить грузы на длительные расстояния и при этом поддерживать очень хорошую курсовую устойчивость, борьбу с аквопланированием. Здесь два опорных ребра, три широких продольных канала по 10 мм, глубина здесь 9,6 мм и твердость протектора 66 единиц. Ну, я в свою очередь думаю, что успех этой модели, да и в целом бренда Triangle, был связан с тем, что это один из крупнейших китайских шинных брендов. Это бренд, который из китайских наиболее давно представлен на российском шинном рынке. Марка Triangle входит в число 20 крупнейших мировых шинных производителей, располагает своими научными центрами, центрами разработки, которые позволяют использовать крайне передовые технологии в разработке своих шин. Ну и благодаря этому эта модель зарекомендовала себя как надежная именно для коммерческого транспорта и длительных перевозок. На этом месте должны звучать фанфары, потому что мы представляем победителя рейтинга самых популярных коммерческих летних шин с огромным отрывом в нем побеждает Кама Евро LCV131. Мечта газелиста. Прекрасный симметричный рисунок с опорными ребрами, многочисленными выступами. Эта шина предлагает сцепление на различных покрытиях, очень хорошая ходимость. Здесь твердость протектора 66,5 единиц, глубина 9,6, три широких канала по 10 мм для удаления воды, ну и в принципе для борьбы с аквапланированием. Хорошее сцепление у этой шины и курсовая устойчивость. Своей феноменальной популярностью модель обязана благодаря своей доступностью. Я имею в виду не ее стоимость, а то, что ее можно найти практически в любом уголке нашей страны, в любом шинном магазине, при повреждении шины, если не дай бог это случилось, вы легко найдете под замену точно такую же, где бы вы ни оказались. Даже на трассе и на заправке иногда их продают, поэтому эта модель считается как бы универсальной с точки зрения ее поиска и находки. На этом наш сегодняшний обзор мы завершаем. Надеемся, вам было интересно. И просим вас подписаться на наш канал, если вы еще не подписаны, и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых роликах, а мы над ними уже работаем. Подписывайтесь на наши каналы в Телеграм, Ютуб и Дзен, и ждите следующих роликов, как сказал Андрей, которые мы готовим для вас. Удачи на дорогах! Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok